Ничто так не портит атмосферу в доме, как нехватка свободных метров. И если приобрести просторных пентхаус пока возможности нет, стоит присмотреться к советам дизайнеров, которые умело используют даже весьма скромную площадь. Если нужно рабочее место. Место для работы, учебы и просто столик для ноутбука нужен любому современному человеку. Другое дело, что для полноценного рабочего стола есть место далеко не в каждой квартире. Используйте любой свободный уголок или простенок, и компактные консольные столики или бюро, ведь для проверки электронной почты или заполнения парочки квитанций большой письменный стол совсем не нужен. Если не хватает места в гостиной. Чтобы пространство не выглядело перегруженным, выбирайте прозрачные, зеркальные и глянцевые предметы обстановки. Они отлично справляются со своими функциями, визуально не захламляя пространство. Выбирайте мебель на тонких и высоких ножках или предметы, которые крепятся к стене. Такая мебель кажется компактной и воздушной, и как будто парит над полом. Чтобы потолок казался выше, вешайте шторы под потолком, а не в оконном проеме. Этот прием зрительно вытягивает пространство по вертикали. Если в спальне не развернуться. Если места на полу не хватает, содействуйте стены. На них можно повесить светильники и полочки, которые заменят прикроватные тумбы. Не забудьте использовать место под кроватью. Закрытые коробки и корзинки помогут разместить там сменное постельное белье или одежду не по сезону без лишней пыли. Если кухня совсем крошечная, подумайте о функциональности своей кухни. Если вы готовите немного, вам будет достаточно совсем небольшого количества кухонных модулей и техники, а мелочи вроде стаканов и баночек с чаем, кофе и макаронами вполне можно разместить на открытых полочках, которые визуально не отягощают пространство. Чтобы не напрягаться с уборкой, на открытых полочках размещайте только те предметы, которыми будете пользоваться часто. Отдайте предпочтение мебели на колесиках там, где это возможно. Легко передвинув тумбу, кофейный столик или атаманку, вы сможете использовать их в разных функциональных зонах и при разных обстоятельствах, а значит сократите количество предметов мебели в квартире. Еще несколько полезных советов об обустройстве крошечной кухни вы можете найти в другой статье на сайте. Если нужны места для хранения. Не бойтесь использовать пространство по вертикали, когда речь идет о поиске оригинальных мест для хранения нужных вам предметов. Даже пространство над батареей можно использовать с умом. Если батарея расположена не под окном, узкий консольный столик можно использовать в качестве аналога подоконника. Ставьте лайки. Оставляйте комментарии к видео. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Алиса Иванова. Субтитры создавал DimaTorzok